Я хочу обратиться к абонентам премьер-министра обмении Никола Пашиняна. Руки прочь от Николова Ваевича, отстаньте от него. Вот доведете гавроша до сердечного приступа, попомните мои слова. И чем вам клоун не угодил? Бездарный руководитель и политик, но зато какой смешной. Автора этих строк вынудила обратиться с таким призывом в недавнее эмоциональное выступление армянского премьера. Судя по так называемой исторической речи Парона Пашиняна, его душила обида. И он излил свой праведный гнев на голову качаряновцев и сарксяновцев. Представьте себе, что ярость Пашиняна была настолько сильной, что он из чертогов памяти выудил фразу из культового фильма 90-х годов «Брат 2». Как передают армянские СМИ, в Национальном собрании премьер-министр Никол Пашинян очень резко ответил всем тем политическим силам, которые сегодня с разных сторон критикуют власть, обвиняя ее в провалах и неудачах. «Сила не в деньгах, а в правде», – цитатой из известного российского фильма ответил премьер-министр тем, кто обвиняет его семью в контрабанде, коррупции и других преступлениях. Поскольку они хотят совершить революцию, они хотят руками этих псевдо-свободных СМИ создать из меня второго сержа сарксяна, создать из меня кого-то подобного им. Жалкий образ. И нет никаких сомнений в том, что мы вынудим капитулировать эту коррумпированную систему, всех их вместе, в одной корзине. Потому что за нашими спинами, в наших умах и в наших сердцах есть лишь одно, и это одно – правда. «В Армении нет ни социального, ни экономического, ни политического кризиса, кроме кризиса из-за коронавируса», – заявил Пашинян, подводя итоги ежегодного отчета об исполнении государственного бюджета на 2019 год. Согласитесь, что довольно забавно слышать из уст представителя нации тесто, которое дьявол замесил на лже слова о правде. Пашинян, как и подавляющее большинство своих соплеменников, патологические лжецы и фальтификаторы. Особенно наглядно это проявляется, когда армяне начинают рассказывать небылицы о своей так называемой тысячелетней истории, так называемом генотезе Харабахи и Великой Армении, в кавычках. Идем дальше. А далее Пашинян вновь оседлал своего любимого конька революцию и во весь опор умчался куда-то за горизонт. Никол Ваваевич со своей пресловутой революцией порядком надоел, и не только армянам. При каждом удобном и неудобном случае он заводит революционную пластинку и начинает петь и танцевать под нее. Откровенно говоря, он чем-то напоминает галчонка из мультфильма «Трое из Простоквашино», который повторяет «Кто там?». Примечательно, что сразу же после слов о правде армянский премьер нагло соврал. Я имею в виду его пафосные заявления о том, что в Армении нет ни социального, ни экономического, ни политического кризиса. Видимо, купающий в лучах революционные славы Пашинян не в курсе, что его рейтинг среди народа катится вниз со скоростью снежного кома. Про отсутствие экономического кризиса Никол Ваевич лучше бы вообще молчал, ну а про политику это вообще отдельная тема. За два года Пашинян умудрился испортить отношения со своим хозяином, Россией, которые так пестовали и взращивали его предшественники. А принятая на днях Европарламентом резолюция об оккупации Арменией азербайджанских земель свидетельствует, что политический кризис в Армении не только внутреннего характера, но и внешнего. Если резюмировать эпохальное выступление армянского премьера, предварительно переведя его с армянского языка на человеческий, получится следующее. Вы наворовали, награбили, дайте им не взять свой кусок пирога. Отстаньте от меня. Действительно, отстаньте от него. Он же такой смешной.